Сумма, которую собираются потратить в этом году на еду и напитки, хоть и стало меньше, но ненамного. Побаловать себя в праздник разносолами или наоборот устроить разгрузочные дни. Не знаю, что выберете вы, ну а мы отправились по магазинам проверить стоимость нашей продуктовой корзины. Чем ближе к Новому году, тем внимательнее мы относимся к ценам. Пару недель назад набор продуктов обошелся нам в 490 рублей 55 копеек. Посмотрим, как получится сегодня. Зеленые яблоки считаются самыми диетическими. В них всего 36 килокалорий на 100 граммов. Красные сладенькие, но в два раза более энергоемкие. Вы уже поняли, какие выберу я. Берем килограмм красных за 89 рублей 99 копеек. Говорят, чем больше на огурцах пупырышков, тем они вкуснее. Но это всего лишь миф. Гладкие огурчики такие же вкусные, если они свежие и не залежались на магазинных прилавках. Огурцы за 68 рублей 99 копеек меня вполне устраивают. Если вы сломали голову над тем, что приготовите с картошки, приготовьте картофельный торт с яблоками. Да, я не оговорилась, такой рецепт действительно существует. Погуглите. И запаситесь картошкой по 22 рубля 99 копеек за килограмм. С тем, что яйца полезны, думаю, не будет спорить никто. А вот польза яичной скорлупы вызывает у многих ученых сомнение. Есть мнение, что кальций из карлупы просто не усваивается человеческим организмом. Десяток яиц берем за 62 рубля 99 копеек. Срок годности молока зависит от упаковки. Меньше всего хранится молоко в мягкой упаковке. Пластиковая и стеклянная тара более надежная, что гарантирует более длительный срок сохранности. Берем то, что нам приглянулось за 44 рубля 99 копеек. Если вам попалась курица с желтым цветом кожи или жиром, не спешите откладывать ее в сторону. Напротив, это даже хорошо. Значит, в рационе нашей птички было много каротиноидов – органических пигментов, которые содержатся в кукурузе, моркови и травяной муке. Килограмм охлажденного цыпленка Бройлира стоит сегодня 148 рублей 99 копеек. Оказывается, сахар может быть лекарством. Такие таблетки выпускают в Америке. Их назначают тем, кто жалуется на несуществующие болезни. Если прочитать название этого лекарства наоборот, получится слово «плацебо». Здесь сахар продается в упаковках по 5 килограммов. Получается, 1 килограмм стоит 28 рублей 99 копеек. Чтобы быть умным, надо кушать грецкие орехи и растительное масло. В нем есть волшебный витамин F, который борется с холестерином, и олеиновая кислота. Она участвует в построении клеточных мембран. Растительное масло стоит на этой неделе 64 рубля 99 копеек за литр. Все купили, осталось подсчитать расходы. Сегодня мы оставили в супермаркете 532 рубля 92 копейки. Юлия Пегушина, Феликс Рассихин, телеразиакомпания «Сигма» для НУР24.